Итак, мы продолжаем спасать позиции. Е4 ход идейный, как и Е5-Е6. Да. С идеей... С идеей Д4. Отдать еще одну пешку. Да. И А4. С этой... А4 с идеей А5 жертвы качества. Сильно. Сильно. А5. Да, и Ферзе А5. И белые дают хват. Да. Путем салон Д3. И Ферзе А4, потом Слон-Ж5 и Бат. Вот можно играть примерно так вот на этом уровне. С равно Слон-Ж4. Не-не, что ты делаешь? Это другой слой. Ой, какой ролик. Вот он. Вот он. Не обращайте внимания, я херю. Болен. Температура. Так. Пьем на Ф6. Стоп. Стоп. Этого парня нам не жалко? Да. Все-все отдаем. Король Ф7. Да, можно вот так. Дай на Е2 лучше. Тут вроде нет ничего. Ну сейчас надо убирать ладью. А других способов защиты нет? Такой еще есть. А подожди, так может быть... Давай подумаем, подожди. Ну мы успеваем. Вот смотри, мы играем... Да, ты прав. Мы играем так. Сейчас он бьет ладью. Уже 2 ходов нет. И потом очень важный ход. Ферзь А6? Нет. Нет? Жаль. З4. А, Ферзь Е4. Тонко нападаем на Н7. Все заканчивается. И партия действительно закончилась, да? Да. Автомат. Кстати, красивая партия? Да, неплохая. Ну, мат. При поле. Кстати. На Е8 уходит. Потом играет. Не, но все равно она белая, конечно, выиграла, наверное. Может быть и нет, кстати. Фигурная, а вот черная. Ну все равно, я не знаю, такая атака должна выигрывать. Шах. Взяли. Грозит на Е7. С4 как-то. А, так, на Е8 еще слунжу-6. Не, ну, наверное, выиграла белая. Это только не может так, королев, бегать. Наши там перед никого это не разрешено. Можно пока посмотреть информацию. Так что давайте, ребята, повторим идею. Е4, Е5, Е6 это гамбит. Да, обратите внимание, затормаживается развитие телопольного стона у черных. Чтобы идея H4 выигрывала в силе. После ДЕ, мне кажется, что Д4 вот не точно надо играть. H4 сразу, скорее всего. Нет, ну мы провоцируем на взятие этой пешки, понимаешь? Которая выгодна для черных, но... Да. Роль-Ц6 не выменяется. Ну, нужно на НБ-4 играть. В С4? Не думаю. Нужно как-то играть. Как-то нужно. Наверное так. А почему не Слон Е4? Слон Е4 теперь смертельный, да? Час он правдил, ой. Тут просто мат. Итак, давайте покажем нашим зрителям основные идеи этого дебюта. Как мы его назовем? Мы назовем его... Прорыв бешеной пешки. Повержение защиты пехцев. Специально для Петра Андреева. Да. Итак, как только против вас вторым ходом пошли G6, недолго думаем E5, Слон G7, E6. Некоторые слабые шахматисты играют здесь H4 вместо E5. Но E5 это, безусловно, сильнейшая редакция. Потому что Слон не может подключиться на G4. Теперь D4 практически вынужден. И вот я по первому считаю, что мы должны играть H4, но D4 тоже заслуживает внимания. Ну, одно из самых популярных разветвлений этого варианта, я так считаю. Да, оно вызывает у черных неудержимо ранее сдаться. Но отраженный Суперниги сыграет по ним 6-2 на 3, и вот получает мат по схеме. Вот интересно, была же здесь защита? Ну, тут понятно, что у черных получил. Вероятно, была. А, кстати, мы, то есть, оценка позиций. Кстати, смотри, он до Дэлфи относится к этому ходу. Да, только дай ему подумать чуть-чуть. С большим уважением. Сейчас он подумает, и он прозреет. Подожди, подожди чуть-чуть в формате этого ролика. Ого. Дэлфи просто тут дупой, как бомб. Поэтому до него не доходит. Он с минус 3 меняет на плюс полтора за одну секунду. Да, но... Всем спасибо, ребята, играйте. Дебют бешеной пешки. Да. И Дэлфи вам тогда не страшен. До новых встреч.